Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Волонтеры Нягани отправили землякам на СВО более 2000 индивидуальных посылок. Наталья Комарова встретилась с активистами в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Добровольцы благотворительного фонда бойцам Югры, защитникам Отечества, собирают заявки военнослужащих и доставляют им необходимые вещи. С начала этого года югорчане совершили 10 выездов в зону СВО. Помимо посылок от родственников, бойцы получили 25 автомобилей повышенной проходимости, 450 коробок с продуктами, бельем, маскировочными сетями, окопными свечами, средствами личной гигиены. Бойцам также отправили тактические радиостанции, бензопилы с комплектующими, дизельные генераторы, сварочные аппараты, электрооборудование и многое другое. Еще 153 посылки добровольцы отправили в прифронтовые госпитали. Весь город вовлечен, дети приносят нам гуманитарную помощь. Огромное спасибо администрации нашего города за то, что они предоставили нам помещение и возможность организовывать эту работу. Нашим индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют нам транспорт для доставки гуманитарного груза и личных посылок. Ну а в целом весь город живет, дышит помощью СВО. Югорский биатлонист Алексей Вагин завоевал серебряную медаль на спартакиаде сильнейших. Соревнования накануне завершились в Златоусте. Успеха югорчанин добился в масс-старте. Алексей Вагин великолепно справился со стрельбой, допустив всего два промаха на четырех огневых рубежах. На последней стойке югорчанин чуть быстрее закрыл все мишени, чем Карим Халили, и ушел на заключительный круг первым. Но отставание москвича от Алексея Вагина было всего пара секунд. Карим Халили сидел за спиной у югорчанина ровно половину круга, а затем пошел в отрыв. Вагин такого темпа не выдержал. Итог – серебряная медаль. Третьим финишировал Эдуард Латыпов. Эта медаль стала единственной для Югры в биатлоне на спартакиаде сильнейших. Более трех тонн батареек накопили в Югре. Таковы результаты проекта «Сдавайте батарейки в Югре». По всему округу в нем участвуют 360 школьных и дошкольных образовательных учреждений. В течение учебного года они собирают отработанные элементы питания, а ближе к лету сдают батарейки на переработку. Промежуточный итог – 3157 килограмм батареек подвели ко Всемирному дню батарейки. Его отмечали накануне в день рождения основоположника учения об электричестве Александро Вольта. Батарейки относятся к отходам второго класса опасности. Они не относятся к твердым коммунальным отходам. Считается, что одна батарейка при разложении может заразить 20 квадратных метров земли. Потому важно их грамотно утилизировать. Экоцентры Югра собирают, отправляют батарейки на переработку в Ярославль. За три года в проекте уже направлено на переработку 17 тонн 250 килограмм отработанных батареек. Это примерно 870 тысяч штук.